Всем привет, я Даша и это прочитанное за Мэй месяц. Я уж не буду вам рассказывать о первых трех книгах Тарафан и Серж Галлона из цикла Анжелика. Это Анжелика Маркиза Ангелов, Анжелика Путь Версал, Анжелика Король, потому что начинала я в апреле, завершала цикл в первых числах мая. Получается, не сюда, не сюда уж, простите меня. Начнем мы с другой книги. Домой ужинать и в постель Сэмюл Пипс. Это дивный, ну не дивный, это просто такой человек, который жил в Англии в эпоху 17 века. Он застал очень многие издоминательные события. Это и смерть Карла Первого. Вы помните, мушкетеры 20 лет спустя, вот они именно Карла Первого тогда пытались спасти. У меня нет сил туда посмотреть. Это и возвращение на трон его сына непосредственно, это и управление Кромвеля, это и великий пожар 1666 года, это и чума, которую захватило тогда очень большое количество людей и многое-многое другое. Он прославлен в веках своими дневниками, которые вел, и в книге, которую я выше обозначила, он именно то и делает, что описывает все вот эти события, а также какие-то свои личные травмы в личной жизни. Он был такой большой ходок, который речно волочился с женщинами, и он изобрел, собственно, шифр для ведения этих дневников, чтобы жена, не дай Бог, не познала и не устроила ему истерику. Вот, и этот шифр, если мне не изменяет память, был раскрыт только в 19 веке. Получается, в 18 веке спустя, после его жизни. И действительно интересно читать эти дневники, но я бы не сказала, что эти отрывки как-то переменили мой мир, или я, читая, сказала «Вау». Это любопытно, но не более того. Зато от следующей книги, это поэма Лейла Эмэджинун, автор Низами Генджи Ви, произвела на меня неизгладимое впечатление, я ей поставила все 5 баллов. Книга вошла в список лучших из прочитанного за весну 2020 года, видео это скоро выйдет. Впервые я услышала об этой поэме из индийского фильма «Давайте танцевать». Сам фильм «Серединка на половинку», я не особо расположена там главной героине, но зато мини-мюзикл, который во второй части фильма демонстрируется зрителю, он близко какие-то минут 20-30. Совершенно дивным. И, впервые, я посмотрела фильм лет 5-7 назад, и меня очень зарисовала эта поэма. И, надо сказать, вероятно, меня сейчас очень многие не поймут, но я никогда не понимала, ну, почему все в таком восторге от Ромео и Джульетта Шекспира. Ну, мне как-то больше нравится венецианский купец, он в летнюю ночь, еще какие-то его другие вещи. Но Ромео и Джульетта, извините. И тут я подумала, ну, а почему Ромео и Джульетта все так восхищены этим произведением, Лейла и Меджуну лучше? Потом такая, подождите секундочку, как это лучше, если я даже ее не читала? И решила исправить это досадное упущение и прочла. Вот, действительно, совершенно потрясающая история любви. Мне, как женщине, особо приятно, что здесь все-таки особый акцент сделан не на том, что там девушка в восторге от своего возлюбленного, а наоборот, мужчина в восторге от своей романтической привязанности. Его чувства переданы столь искренне, столь сильно, мощно, неподдельно, совершенно волшебно, дивно. Я в полном восторге. Я прям всеми фибрами души все это прочувствовала, ощутила, осознала. Потрясающее произведение. Всем очень рекомендую. Я вообще не припоминаю, чтобы какое-либо произведение, будь то поэмы или проза, так меня пронизывали насквозь, вот своими вот этим вот пропитанностью, возвышенными чувствами. Собственно, чем я столь, я тьма вас увлеклась восхвалениями. Как можно догадаться, это, так как я провела аналогию с Ромео Джульеттой, это поэма с очень счастливым концом, где семьи не особо одобряли любовь между парнем и девушкой. Были препятствия на их пути. И не могу говорить более подробно, иначе это будет уже спойлером, но поверьте мне, вещь стоящая. И теперь, когда я прочитала Лейву и Маджунуна, а не просто посмотрела мюзикл, я могу точно сказать, что эта вещь мне нравится больше, чем Ромео Джульетта. Далее новинка этого года, которую я наконец-то в какой-то веке есть. Нинка, которую я могу показать вам в натуральном виде. Это японская растяжка в картинках. Автор с акетамином. У меня есть некоторые сложности со спиной и другими частями тела, поэтому, когда я увидела в новинках эту книгу, я прям загорелась и радостно, скорее-скорее заказала. Вещь действительно стоящая. Не надо вчитываться долго в текст, пытаться визуализировать, как выполняется то или иное упражнение, сидеть, вдумываться, потом уже лечь и выполнять, потом понять, что что-то не допоняла, прошу прощения за тавтологию, снова открыть книгу, снова прочитать текст, да выполнить это упражнение. Всё проще. Здесь есть эрскадровка упражнений. Кстати, есть не только они, но и акупунктурные точки, нажав на которые можно добиться какого-то результата. В конце книги есть пример упражнений, которые наиболее эффективно сочетают между собой. Сам автор мангака, которая пережила сильный стресс, чтобы, в свою очередь, пережить уже стресс, занялась йогой, сделала для себя какие-то выводы и решила и своего читателя тоже научить этому. Всё преподнесено в очень позитивном ключе. Некоторые рисунки достаточно забавные. Вначале нарисован кадр, в котором показано, как упражнение выглядит в итоге. Дальше есть эрскадровка того, как оно делается более подробно, детально, с указанием на то, какие мышцы, где, как работают. Есть небольшие пояснения текстов, уже в текстовом обычном виде, поясняющие что да как и почему. Весьма всё очень интересно. Единственное, я смущена тем, что здесь не написано, упражнение можно ли делать людям. Есть же упражнения, даже из той же йоги, которые нельзя делать, допустим, при всех андрозе. Например, здесь нет подобных пояснений насчёт противопоказаний. Меня это немножко смутило. Есть одна маленькая неточность. Я сейчас ставлю картинку. Смотрите, здесь глаза. Две стрелочки, которые ведут к началу бровей, без надписи. На середину бровей указывают стрелочки с надписью Дзанчжум. Ю-Яу вообще без стрелочек. Тай-Я указывает на виски. Смотрим на текст. Точки Ю-Яу, которые без стрелочек, расположены по центру брови и находятся небольшие впадинки. Ну, насчёт Тай-Ян здесь всё верно. А вот стрелочки без надписи, это как раз Дзанчжум, которые почему-то написаны как середина брови. Или брови. Что-то я это тут пила. Вот. То есть, ну, это пока единственная неточность, которую я нашла, но вот она есть. Уже на следующих кадрах она исправлена. Но, тем не менее, сам факт очень приятен. Однако, неоспоримейшее достоинство – это сама книга, её размер и, безусловно, вес. Потому что, когда валяешься, извините, на спине, и забываешь, как дальше делать упражнения, и берёшь просто книгу и вот так на неё смотришь, то, вытянув над головой, чтобы рассмотреть изображение, книга не пытается тебя при этом убить. И мне очень понравилось небольшим шрифтом, сделанная надпись на обложке. Здесь написано «Если ты верен и надеялся, что в ближайшие 20 лет тебе это не коснётся, что-то пошло не так». Мне кажется, достаточно умно. Переходим к следующей книге. «Письма на заметку». Я уже читала у этого автора Шон Аша списки на заметку, осталась весьма довольна и решила заказать ещё и письма, потому что я очень трепетно отношусь к пистолярному жанру, у меня романтическое отношение к бумаге, я люблю с ней работать, веду читательские дневники, личные дневники. Конечно, для меня просто было бы нетипично не обратить внимания на эту книгу. Здесь собрана коллекция писем легендарных людей, не побоюсь этого слова. Это письмо и от Ганди Гитлера. Джека-потрошителя, бывшего раба, бывшему хозяину, который умоляет его вернуться обратно к нему, уже после освобождения. Письмо к Галилео Галилея. Белестяные грамоты, обнаруженные в Новгороде. Письмо от автора, чьи книги сожли, и многие-многие другие интереснейшие. Совершенно удивно, что мы можем познакомиться не только с самим текстом письма, но узнать, в каких обстоятельствах это письмо было написано, а также увидеть само письмо, написанное рукой автора, либо фотографию этого автора. И это совершенно потрясающе, помогает очень хорошо прочувствовать и этого человека, и ту эпоху, и совершенно удивленная книга. Следующая книга, которую я вам покажу, выглядит вот таким образом. Это «История России. От призвания варягов до принятия христианства». Автор Клим Жуков. Прежде чем читать книгу, я ознакомилась с его биографией, кто он такой, меня всё это впечатлило. Он реконструктор, разбирается в средневековом оружии. Секретарь семинара военной археологии. Закончил какой-то там исторический факультет, то есть человек знающий вроде как, да. И я, поверив, заказала. Книга смутила меня сразу, своей бложкой. Как мне кажется, хотя я могу ошибаться, имя автора вступительного слова, которое расположено вот здесь, бросается в глаза сильнее, чем имя автора, которое расположено вот здесь. Может, только я это так восприняла, а остальные, если к этому более нормально, к тому же меня вступило, меня смутило вступительное слово. То есть само оно ещё тёп, но то, как подписался его автор, я удивилась. Дело в том, что обычно серьёзные, авторитетные люди подписываются там, либо имя и фамилия, либо полностью фамилия, имя, отчество, либо имя, отчество, либо ещё как-то. Здесь человек использовал не просто ник, но ещё и ник написанный латиницей. Дмитрий Гоблин Пучков. Что бы вы знали, это тот самый Гоблин, который в своё время достаточно забавно и с чувством юмора переозвучивал знаменитые фильмы. Например, особо он славится «С ливеном колеса». Помните, «Жахни, Пендальф». Пендальф! А ну, жахни! Жахни, Пендальф! Теперь перейдём, собственно, к самой книге. Меня также смутило, что здесь нет библиотографического списка, мне интересно, на какие-то такие источники опирался сам автор. Кроме того, ничего, ну, для себя особо вы не узнаете. Если вам знакомо словосочетание «История Руси», вы прочитали не то, что одну-две книги, но хотя бы одну-две статьи или помните школьную программу, ничего нового для себя вы тут не найдёте. Шли достаточно крупный, как и межточный интервал, как и поля. И здесь где-то 220 страниц. Но, думается, мне при обычном оформлении более традиционно книг объёмом была бы страница 100 или около того. Более того, стиль у автора лёгкий, однако производит впечатление не размашистости. Знаете, иногда так люди пишут, делают свой почерк намеренно более размашистым, чтобы текст казался объёмнее. То же я могу сказать об этой книге, только это касается не почерка самого стиля, хотя у воды здесь нет особой, но, тем не менее, впечатление такое не остается. Так же в конце есть книга и карта, на которой подемонстрировано, где жили славяне, где поляне, где гривляне и так далее. Книга, в принципе, неплохая, если учитывать, что человек будет читать не особо знающие истории Руси, непривычно документальным книгам, такой человек, думаю, при чтении Содневековой Руси, наверное, не заснет. Если вам хочется почитать чего-то более тщательного, подробного и строгого, наверное, так можно выразиться, то можно представить Алексея Карпова. Последняя книга, которую я почитала в мае месяце, была книга Дима Старка, которая является биографией и называется Наталья Гончарова. Наталья Гончарова это жена Пушкина Александра Сергеевича, света нашей русской поэзии и многие обвиняют ее в том, что послужило причиной дуэли между Пушкиным и печально известным длантесом. Ника не верна и подробнее. Она внимательнейшим образом осматривает обусловно и Пушкина и Гончарова и Дантеса и даже Вермонтова. Обращает внимание на недвижимое имущество тех и иных. Очень много цитат, писем, переписок. Есть даже сведения о том, за сколько снимался тот или иной дом для проживания, какие были звания, сколько денег тратились на всякие платья, шали. Обращает внимание на рассуждения и выводы, которые сделали его предшественники по поводу и Пушкина, и Гончаровой. Однако не обошлось и без ошибок. А варьетивное внимание на страницу 302. Автор пишет, Дантес оказался в расцвет с фамилией, кровь которой текла в жилах Натальи Николаевны и у которой были общие предки с Пушкиным. Но если я верно поняла все, я проверила. У Гончаровой с Дантес общей крови нет. Ну, с Пушкиным соответственно тоже. Автор указывает на то, что сестра бабушки Дантеса по имени Шарлотта Амалия Изабелла Вертенс Лебен была замужем за Алексеем Семеновичем Мусиным Пушкиным, который в свою очередь изота Пушкиных у них породитель один. Но детей у них не было. У этого Мусиного Пушкина их вообще не было ни от одного из браков. А значит их потомки не могли быть предками Александра Сергеевича. Вот если бы Шарлотта была из рода имеющих отношение к Пушкину, их было бы можно назвать родственниками, но она не из их рода. Ее муж только. Другими словами, это неукромное родство номинальное. Она вошла в род Мусиных Пушкиных через брак. Общих предков ну по крайней мере я не нашла. У нее с Пушкиным не было. Соответственно Дантес не родственник ни Пушкиным не Гончаровым. А вот Пушкин тут Гончаровый имеет общего предка и с Левандовым кстати тоже. Древо я вам покажу качество касательства которое заисылалось в своей читательской мнении Ике. Если не успеете рассмотреть и понять то нажмите на паузу и сможете уже изучить. Собственно это все книги о которых я хотела вам сегодня рассказать. Вот и камер мне уже подмигивает что пора заканчивать видео потому что у нее аккумулятор на исходе поэтому пока-пока и до скорых книг.